В 2014 году профессор Роберт Ланс из медицинской школы университета Северной Каролины заявил, что смерти не существует. Физик готов представить всему миру доказательства того, что загробная жизнь не просто религиозное понятие, и наше существование не заканчивается смертью физической оболочки. Гибель тела – лишь этап, после которого последует переход в иное состояние. Сразу же после своего сенсационного заявления профессор Ланс дал эксклюзивное интервью нашей программе. Одна из вещей, которую боятся большинство людей в мире, то, что мы смертны, что мы умираем. Но это неправильно. Это концепция, которую придумали люди, и которую даже великие мыслители и философы, даже религиозные лидеры, в прошлом считали неверной. А душа? Большинство ученых считает, что это просто поэтический способ говорить о жизни. Однако душа существует и продолжает жить после смерти нашего тела. Но если профессор Ланс не ошибается, значит, смертью тела жизнь не заканчивается. Но что ожидает бессмертную душу после того, как она покинет свою физическую оболочку? Ответ на этот вопрос не одно десятилетие ищут ученые разных стран. Уже сегодня ясно, что понятие души давно вышло за рамки религиозных учений и слепой веры каждого из нас. Именно душа сегодня является предметом самых серьезных научных исследований. Ученые соревнуются за право стать первыми, кому удастся представить всему миру неопровержимые доказательства существования загробной жизни. Это любительские фотоснимки, самые ранние из которых были сделаны в 19 веке на роль с кассету, что предшествовало появлению первой фотопленки. Все эти фотографии объединяет одно. На каждой из них различим человеческий силуэт, расплывчатый, напоминающий дымку, в которой необъяснимым образом читаются черты человеческого лица. Что это? Игра света? Брак пленки? Или что-то совершенно иное? Все больше ученых и исследователей, изучивших эти снимки, сходятся во мнении, что туманные силуэты – непричудливая игра света и теней. На фотографиях запечатлены души умерших людей. Человек умер. Считается по религиозным канонам, что три дня душа, она от тела не отходит, она где-то рядом находится. Ее можно просто почувствовать. Увидеть не всегда. Но если сфотографировать различные артефакты, как бы на фотографиях, это действительно возможно, что это душа. Неужели души умерших действительно находятся в мире людей, среди живых? И если это действительно так, значит, смертью человеческого тела жизнь не заканчивается. В 2013 году американские и японские ученые заявили, что после 27 лет исследований им, наконец, удалось раскрыть тайну души. С помощью специальных приборов они не только сумели зафиксировать выход души из тела, но определили материю, из которой она состоит. Оказалось, что человеческая душа – это сгусток протонно-нейтронной структуры, который полностью повторяет форму человеческого тела. Но как это понять? Из школьного курса по физике каждый из нас знает, что нейтроны и протоны – это крохотные частицы, из которых состоит все в мире. Они не обладают цветом, а больше напоминают полупрозрачные структуры, которые настолько малы, что человек не способен их видеть. С тех пор, как греческий философ Демокрит развил знаменитую атомную теорию вещества, ученый мир на протяжении многих столетий веровал в то, что материя состоит из микроскопических, неделимых частичек, которые именуются атомами. Знание об этом факте, который был обнаружен в последнем десятилетии 20 века, было неиспослано людям в Коране, 1400 лет назад. В священном тексте говорится о том, что в мире есть частицы, которые больше, так и меньше крохотной пылинки. Быть может, душа также состоит из этих частиц? Кто знает? В ходе экспериментов специалисты установили, что в течение 3-5 минут после остановки сердца душа отделяется от тела. Однако этот процесс не происходит мгновенно. Ученые подсчитали, что он может растянуться на 3 дня. С каждым часом душа все больше отрывается от своей физической оболочки, пока, наконец, полностью не покидает тело. Затем она начинает растворяться в пространстве. И этому феномену есть научное объяснение. Душа – это не материальная субстанция, которая живет в материальной оболочке, но которая, во-первых, ощущает на себе тот... То есть, когда говорят, судьба у кого-то своя, да? То есть, душа, на самом деле, она ощущает на себе те императивы, которые посылает ему Вселенная в виде Абсолюта, Бога и так далее. Ученые поясняют, после смерти клетки нашего организма начинают разрушаться и теряют способность поддерживать энергию души. Именно поэтому, лишившись своей оболочки, они исчезают в пространстве. Однако на этом открытия ученых не закончились. В самом ближайшем будущем они намерены создать плазменную ловушку душ. С помощью сложной установки они смогут некоторое время после смерти тела поддерживать энергию души в искусственном контейнере. Более того, ученые попытаются переселить душу из одного тела в другое. Плазменная ловушка душ – это своеобразная кабина из стекла с заряженными частицами и ста тысячами прикрепленных к ней электродов, которые будут образовывать отрицательное поле. Именно это поле, по расчетам ученых, и будет удерживать душу до тех пор, пока специалисты не подготовят новое тело человека, куда они смогут пересадить душу. Но самое невероятное заключается в том, что тело, в которое ученые собираются подселить душу, будет мертвым. После смерти человека, в материальном его, как сказать, в материальной оболочке, душа, естественно, покидает, как говорят, тело. Клиническая смерть, она вращается. Если она покинула, она где-то помещается. Потом, естественно, рождается новый человек, и он может обладать душой, а может нет. Могут поместить в эту оболочку душу, дюйм-то, могут не поместить. Неужели при помощи души ученые намереваются вдохнуть в мертвое тело новую жизнь? Специалисты убеждены в том, что именно эта неуловимая тонкая структура, которую мы называем душой, и дарует энергию телу, необходимую для того, чтобы все наши органы работали. Впервые эта мысль прозвучала в древних индийских, а затем и библейских текстах, где встречаются упоминания о воскрешении мертвых. Иисус и Илья обладали удивительным даром воскрешения. Но как им удавалось вернуть к жизни бездыханное тело? Быть может, древние знали, как управлять энергиями тонкого мира, частью которого и является душа. Воскрешение из мертвых. Ну, если человек умер недавно, то его могут воскресить и простые врачи. Вдруг им может это удастся. Но опять же они вам скажут, что мы не знаем, когда это пустится, а когда нет. Бывают случаи, что вроде бы все должно получиться, но нет, результат нечего помирает. А бывает так, что никаких шансов нет, и человек выживает. Любой врач, который с этим сталкивается, скажет вам, что закономерность невидимая здесь. И суть, видимо, лежит не в области физического здоровья человека, а где-то глубже. Американские ученые уверены, в самом скором будущем человечество сможет не только зафиксировать душу, но и взять под контроль ее переход в загробный мир. Однако российские ученые не разделяют оптимизм западных коллег. Они утверждают, если бы душа состояла из сгустка элементарных частиц, то разгадать ее природу ученые смогли бы еще более ста лет назад, когда был открыт первый электрон. Но этого не произошло. Душу нелегко уловить приборами. За редким исключением ее удается сфотографировать. Ее вес составляет загадку, а свойства до сих пор не изучены. А это означает, что человечество только приближается к тому, чтобы приоткрыть завесу тайны загробного мира. Профессор Роберт Ланс из медицинской школы университета Северной Каролины утверждает, что мы верим в смерть только потому, что этому нас учат с детства. Каждый из нас связывает процесс жизни в первую очередь с работой внутренних органов, сердца легких, мозга. И никто не задумывается о том, что наше тело – это всего лишь инструмент, который помогает нам оставаться в этом мире. И помимо физической существует энергетическая оболочка человека. Роберт Ланс пришел к выводу, что кроме той реальности, частью которой все мы являемся, существуют другие миры, куда после смерти физического тела и отправится наша бессмертная душа. А в ее существовании физик не сомневается. Я думаю, что то, что большинство людей думают о душе, они думают о бессмертной жизни. Что существует что-то за гранью смерти, за гранью нашего материального существования. И для меня это абсолютная правда. Ты не умираешь. Нет какой-то матрицы пространства и времени, которая отсчитывает время до того, как ты умрешь. Это глупость. Согласно теории биоцентризма Роберта Ланса, пространство, время и весь окружающий нас мир являются иллюзией, созданной нашим подсознанием. Ученый убежден в том, что как только мы поймем, что помимо привычного мира существует другой, с тонкими энергиями, то станет очевидно, что смерти не существует. Мы считаем, что жизнь — это случайное совпадение физики, законов физики. Но многие эксперименты показывают совершенно обратное. Оказывается, что у Вселенной есть огромный список законов и констант, которые оказываются очень хорошо подходящими для жизни. Становится очевидно, что самые большие загадки науки можно разрешить, если включить в расчет жизнь в другом виде и сознание. После введения препарата у меня остановилось сердце. Я слышала, как рентгенолог, работающий со мной, подошел к телефону и набрал номер. Я слышала, как он сказал, «Доктор Джеймс, я убил вашу пациентку, миссис Мартин». Но я знала, что я не умерла. Я попыталась шевельнуться или дать им знак, но не могла. Этот отрывок — воспоминание из сенсационного доклада доктора Раймонда Моуди, первого ученого, который после ряда исследований, вопреки расхожей научной позиции о том, что душу придумали богословы, признал ее существование. Миссис Мартин, которой и принадлежат строки в докладе Моуди, была одной из его пациенток, которая, переживая состояние клинической смерти, стала свидетельницей всего происходящего и видела себя со стороны. С миссис Мартин случилась остановка сердца в радиологической клинике, и доктор решил, что она умерла. Он даже позвонил ее лечащему врачу и сказал, что она умерла. И она услышала это и сказала, «Я не мертва». Она не могла двигаться, она была парализована, но она смогла сказать, что она выжила. И об этом случае рассказали доктору Моуди. Я прочел этот отчет. Многие пациенты Раймонда Моуди, которые перенесли клиническую смерть после криза, утверждали, что они слышали, как врачи или другие присутствующие признавали их умершими. Но как это объяснить? Ведь во время криза наше сердце и мозг перестают работать. Ответ на этот вопрос попытался отыскать американский нейрофизиолог Кевин Нельсон из Университета Западного Кентукки. Я задумался о том, какой естественный процесс мог быть причиной того, что она была в сознании, но при этом была парализована. И тут я понял, что у нас есть состояние сознания, в которое мы погружаемся каждую ночь, во время которого мы парализованы, но находимся в сознании. Иногда мы даже не спим, схожее с тем, что описала миссис Мартин доктору Моуди. Тогда я понял, что лучшим объяснением с точки зрения нейрологии будет то, что она входила в комбинированное пограничное состояние между бодрствующим и спящим сознанием, которые смешались в этот момент в период кризиса. Учёный утверждает, что нашёл научное объяснение видением, которые испытывают люди в состоянии клинической смерти. По мнению профессора, так называемые околосмертные переживания – это разновидность сна, а именно его быстрая фаза. К такому выводу учёный пришёл после того, как опросил более 50 пациентов, которые сталкивались с подобными видениями, не находясь при смерти. Наша исследовательская команда провела интервью с 55 людьми, у которых были околосмертные переживания. И мы спросили их об их опыте. И то, что мы обнаружили, достаточно поразительно. Мы узнали, что у большинства из них, порядка 60%, в какой-то момент жизни имели опыт пограничного состояния между спящим и бодрствующим сознанием, когда они переходили из состояния бодрствования в сон. Это было куда больший процент, чем в контрольной группе. Красочные картины возникают в сознании человека, когда мозг частично бодрствует, частично погружён в сон, утверждает нейрофизиолог Кевин Нельсон. А это означает, что ощущение полёта, состояние, при котором пациент чувствует, что его душа отделилась от тела, может быть всего лишь частью сновидения. Однако, сами того не подозревая, учёные обнаружили ключ, который поможет ответить на вопрос не только о том, что такое душа, но, возможно, позволит заглянуть по ту сторону жизни. Ведь если во время сна человек способен чувствовать, как его душа отделяется от тела, то может оказаться так, что в те моменты, когда наше сознание и тело погружаются в глубокий сон, душа отправляется в путешествие по загробному миру. Мы лежим тихо, так что сон будет проходить у нас в голове, но мы не будем на него никак реагировать. И отголосок того, что происходит, это сновидение, активация визуальной системы и паралич. И мы узнали, что те, кто имел околосмертное переживание, имеют гораздо большие шансы проявлять один из этих признаков во время бодрствования. Есть видение в виде ангелов или каких-то странных выделяющихся женщин или учителей, которые их предупреждают или научают, как проходить такими путями. И приходят родственники их, предупреждают, что вот такого-то числа вы умрете. И это исполняется у них. Причем часто они видят своих родственников, которые оберегают их или предупреждают о каких-то явлениях. Однажды врач договорился с одной из своих пациенток о том, что тот, кто раньше из них двоих умрет, даст знак, есть ли жизнь после жизни. Ну, я договорился как-то с больной своей, что если она уйдет первой, она мне даст знать. Это такое, ну, может быть, примитивное, но соглашение, оно, по крайней мере, исполнилось. Я уже забыл, она умерла, я уже забыл о том, что мы договорились, и вдруг в среди ночи просыпаюсь от того, что горит свет. Я думаю, забыл свет выкличить. Хочу, собираюсь выкличить свет, и вдруг вижу, что напротив меня на диване сидит женщина. Вот это моя больная. Профессор обрадовался неожиданной встречей и попытался заговорить со своей пациенткой. Однако она никак не реагировала на его вопросы. Я радуюсь, приветствую её, она молчит, хотя так, кивком, как бы, приветствовала меня. Я говорю, говорю, и вижу, а она молчит. Я буду вынужден заполнять вот эту пустоту своими словами, и так далее. Я уже по второму разу начинаю так себя чувствовать. Потом вдруг вспоминаю, да ведь она же умерла. И тут я думаю, ах, ну вот, почему она не отвечает, это сон. И пытаюсь проснуться. И чтобы проснуться, я снова, я тушу свет, я ложусь на постель, отворачиваюсь от неё, и начинаю стараться, старательно дышать глубоко, чтобы заснуть, и проснуться от этого сна. Через несколько минут профессор открыл глаза и вновь обернулся. Свет в комнате всё так же горел. А нежданная гостья, как и прежде, неподвижно сидела напротив. И меня, думаю, это захватывает ужас. Я чувствую, что если она ещё так будет молчать, то я просто закричу, и что-то самое случится. Вдруг она улыбается и говорит, но ведь это не сон. Ну вот, я после этого как-то выпал, проснулся рано утром, побежал на автобус, чтобы вернуться в город, поехать к ней, понять, жива она или нет. И вспоминаю, что сам хоронил её, и тут возвращаюсь обратно. Случай, который произошёл с доктором Гнестиловым, не находит научного объяснения. Однако сам учёный убеждён в том, что в ту необычную ночь, когда его тело и сознание погрузились в глубокий сон, душа отправилась странствовать. Она спешила в мир, который находится за гранью жизни, навстречу с душой и его умершей пациентки. Наверное, для человека вот эти доказательства, они чем-то нужны, что-то они дают какую-то надежду на то, что не всё так просто в нашем мире, что пожил, поел, попил, поспал, или умер, что есть какое-то ещё более высокое предназначение в нашей жизни, предназначение, которое угадывают религиозные мыслители, у которых есть талант видеть и воспроизводить эти истины. Последние открытия в физике свидетельствуют, человек и Вселенная устроены сложнее, чем мы себе представляли ранее. Математически доказано, что за пределами физического мира существует ещё более сложно организованный волновой мир. Этот мир учёные условно называют тонким. Он существует параллельно нашему. Учёные утверждают, видеть этот мир мы можем только после смерти, потому что частота колебаний тонкого мира гораздо выше, чем у мира материального. Поэтому мы его просто не замечаем, как не видим лопасти быстро вращающегося вентилятора. Но что, если этот мир может улавливать наша душа во сне, когда покидает своё тело? Там зона восприятия, она шире, потому что вот этот поток каждый человек воспринимает и так каждый день, только сознание этого не видит. А подсознание это улавливает. Вот и всё, как антенна. Соответственно, это происходит. Вообще сны, это и в принципе сон, это совершенно, опять-таки, очень сложная тема в самом себе. Это отдельное направление в оккультизме. Это очень серьёзная система, опять-таки, развития и взаимодействия, и воздействия на окружающее пространство и так далее. Потому что через сон можно делать очень и очень много. Эту, на первый взгляд, фантастическую версию подтверждает история 37-летнего художника из Лондона. Ли Хадвин начал рисовать в 4 года. Но самое невероятное заключается в том, что свои картины Ли Хадвин пишет во сне. А все попытки взять в руки кисть в бодрствующем состоянии заканчивались неудачей, утверждает художник. Нет, я не умею. Я просто... Я не знаю, это сложный вопрос. Я пытался, пытался и пытался. Даже Мерлин Монрон рисовать пытался. Это ужасно. В клиниках, которые занимаются изучением сна, там они исследуют, можете ли вы рисовать, когда не спите. Ну, и есть пара рисунков. Ну, я имею в виду, если брать мои школьные проекты. Моя лучшая отметка была D. Так вы понимаете, это не очень хорошо. И, ну, всё равно это меня никогда не интересовало. Учёные называют это лунатизмом. Однако случай Ли Хадвина уникален. Ведь обычно люди, страдающие лунатизмом, совершают ночью необдуманные поступки, которые длятся непродолжительное время. Но художник уверяет, что в спящем состоянии все его действия осмысленны. А пробуждаясь после сна, он не помнит, что делал ночью. Ли Хадвин может рисовать во сне непрерывно в течение нескольких часов. И самое удивительное заключается в том, что не завершив полотно, художник может вернуться к своей работе следующей ночью при одном условии, снова погрузившись в сон. Дело в том, что я не помню, что я делаю, когда я уже встаю с кровати, и что случается после этого. Но как только я открываю глаза, я понимаю, что я что-то делал, потому что в голове изменяется процесс мышления. Это по-настоящему сложно объяснить. Я просто знаю, что я что-то сделал. Я не помню, что. Это примерно такое же ощущение, когда вы пили всю ночь, а утром думаете, «Боже, что же я делал прошлой ночью?» Вы понимаете, что вы что-то делали, но вы не помните, что именно. Это я ощущаю. Это приходит мне в голову. В голову, и это все, что я знаю. Объяснение феномену Ли Хадвина нашел член немецкой ассоциации космической энергии Игорь Прохоров. Он утверждает, телом человека управляет не его мозг или сознание, а душа, которая, возможно, помнит свое прежнее воплощение. А это может означать, что талант Ли Хадвина – ничто иное, как эхо из прошлой жизни. Связана душа с телом, с физическим телом, с какой-то связью. Эта связь достаточно сильна в бодрусующем состоянии, поэтому, когда мы бодрусуем, вот днём, мы выйти из тела не можем. Но когда человек засыпает, эта связь резко ослабевает, и тогда небольшие усилия могут позволить человеку выйти наружу. Эти способы известны очень давно. Возможно, их практиковали еще древние шумиры и египтяне. Очень много об этом говорится в тибетских, буддийских, наусских книгах. Что происходит с душой после остановки сердца и дыхания? Что случается с нашим умом и сознанием в течение первых двух минут после смерти? Может ли сознание существовать отдельно от тела? Ответы на эти вопросы ученые ищут не один десяток лет. Но мало кто знает, что самые масштабные исследования по изучению души и загробной жизни проводились еще во времена СССР. В 70-е и 80-е годы прошлого века на Западе был проведен ряд экспериментов, целью которых было научно доказать существование души. На эти исследования из бюджетов ведущих стран мира выделялись миллионы долларов. Такой открытый интерес к теме загробной жизни американского, английского и французского правительств не мог пройти незамеченным для СССР. На Западе в свое время появились книги Раймонда Моуди, Кюблер-Рост, Калиновского и других. И Минобороны интересовал вопрос. Первый. Это проплаченная заранее работа для Ватекана с целью привлечь верующих, да? Финансовая пирамида, ей нужны деньги. Второе. Это работа идеологических органов западных спецслужб с целью, ну, холодной войны. Союз не остался в стране. В 80-е годы в СССР по приказу руководства страны была собрана группа ведущих ученых, среди которых оказался специалист по психолингвистике Борис Петухов. Создали при Центральном военно-медицинском управлении и Генштабе специальное подразделение. Войсковая часть 10.003. В Генштабе есть управление. Первое главное, второе главное, это ГУ, главное оперативное, ГРУ, главное разведывательное, там, пятое управление вооружением и так далее. А направление, это внутри них находится. Вот это третье направление, спецнаправление, и занималось этими вопросами. На деньги, которые военно-промышленная комиссия выделила на эту работу, а речь идет о нескольких миллионах, когда доллар стоил 62 копейки, да? Были созданы и это подразделения, и были подключены контрагенты. Задача группы советских ученых заключалась не только в том, чтобы выяснить цели дорогостоящих экспериментов западных специалистов. Необходимо было превзойти их опыты. Советские ученые должны были найти объяснение феномену выхода души из тела, который испытывали люди разных возрастов, рас и религиозных взглядов. С помощью гипноза, боис петухов возвращал испытуемых в состояние клинической смерти, чтобы они могли вспомнить те ощущения, которые пережили, пока находились на грани между жизнью и смертью. Я возвращаю ему память о пребывании на том свете, и мы пишем энцефалограмму. То есть, эта работа очень серьезная. Здесь были задействованы некоторые конструкторские бюро, специальные, которые конструируют всю нашу медицинскую аппаратуру. Это относительно аппаратуры. Кроме того, закупались очень специализированные компьютеры, которые выпуск Кала, например, Франция. Есть такой компьютер Плюремат, его даже и называют компьютер для парапсихологических исследований. Это относительно аппаратуры. В ходе экспериментов было обследовано более ста добровольцев, которые ранее пережили состояние клинической смерти. Результаты опытов показали ощущение человека, который переживает выход души из тела, сопоставимы с теми, что испытывают космонавты во время старта корабля и первых минут полета. Невесомость, нарушение работы вестибулярного аппарата, потеря чувствительности тела. Все эти привычные для космонавтов ощущения, как две капли воды, напоминали внетелесный опыт испытуемых. Более того, ученые выявили странную закономерность. Чем дольше человек находился в состоянии клинической смерти, тем ярче были его воспоминания. Но это противоречит официальной науке. Ведь известно, что чем дольше человек находится в бессознательном состоянии, когда его сердце перестает работать, тем хуже мозг снабжается кислородом, а значит, его клетки быстрее отмирают. Работа мозга нарушается, а это означает, с каждой минутой человек все меньше способен что-либо чувствовать и тем более запоминать. У всех на слуху где-то 5-7 минут, когда больной может находиться в состоянии клинической смерти. То есть в состоянии, когда произошла остановка кровообращения. Остановка кровообращения есть клиническая смерть. Почему таков лимит времени? Потому что настолько хватает этого ничтожного запаса кислорода, в том числе в головном мозге, для того, чтобы мозг мог пережить этот период отсутствия доставки кислорода. Он короткий. После этих 5-7 минут уступает состояние, когда уже кислорода нет. Нет энергетического ресурса достаточного в головном мозге. Нет ресурса, который поддерживает жизнеспособность клеток и дальше уже начинается процесс умирания клеток головного мозга. Однако исследования советских ученых ломали все теории прошлого. Свою версию на этот счет высказали и сами испытуемые. Они рассказывали, что порой им просто не хватало времени для того, чтобы попасть в еще более красочную реальность, которую они видели впереди себя. Эти факты заставили ученых составить поминутную картину околосмертных переживаний, которые испытывали пациенты во время криза. Результаты оказались сенсационными. До 4 минут нахождения в состоянии клинической смерти пациенты видели свое тело со стороны и все происходящее. На пятой минуте возникал яркий свет. После пяти начинаются интересные вещи, связанные с трубой, туннелем, полетом, показом мозговой пленки жизни, ретроспективы человека. И впервые возникает эффект очень интересный. В нашей жизни обыденной мы говорим вот здесь я прокол сделал, вот здесь ошибку совершил, вот здесь. А когда вся мозговая пленка жизни показывается там в этой трубе в процессе полета, труба, туннель, колодец, там разные варианты, то получается в этом случае впервые человек в момент смерти видит свою жизнь как единое законченное и гармоническое целое. И понимает, что в этой его жизни никаких ошибок не было. после шестой минуты пограничного состояния между жизнью и смертью все пациенты как один описывают необычную полосу тумана лилового цвета по обе стороны от которой стоят умершие родственники и знакомые. следующий феномен который встречается после 12-13 минут это сверхзнание. Это то, что называется инсайт, сатория, самадхи, фана и другие. В христианстве это называется благодать. Это когда возникает какое-то интегративное сверхзнание. Любая вещь, маленькая деталь на уровне атома, так же понимается хорошо как структура всей Вселенной. Как будто вы смотрите не только на свое тело лежащее на операционном столе, вы смотрите на всю Вселенную извне. Необъяснимое просветление. Так это ощущение называли испытуемые, которые находились в состоянии клинической смерти более 11 минут. Однако медики утверждают, клетки мозга сохраняют свою жизнеспособность, если человек находится в состоянии клинической смерти не более 5 минут. Дальше начинаются необратимые последствия. Гибель коры головного мозга. Однако истории известны случаи, когда люди находились в состоянии криза до 45 минут, после чего возвращались к жизни без последствий для здоровья. Было установлено, что именно клиническая смерть без оказания медицинской помощи это 5 минут максимально. Но при этом надо заметить, что у нас есть некоторые поправки на то же самое считается, что дети утонувшие в холодной воде, они подлежат реанимации вне зависимости от до 45 минут пребывания в холодной воде. Потому как гипотермия общая, она же снижает потребности органов кислороде и в том числе головного мозга. И этот эффект используется даже при проведении операции на открытом сердце, когда происходит остановка сердечной деятельности и жизнедеятельности организма поддерживается путем искусственного кровообращения. Случаи, когда человек находился в состоянии клинической смерти более 12 минут, в медицинской практике встречаются крайне редко. Однако среди участников эксперимента под руководством группы Бориса Петухова таких испытуемых было более 10. Все они описывали удивительное путешествие по многомерной реальности, где привычных границ пространства и времени не существовало. Около 15 минут после цветовых пространств с измененной топологией, какими-то астробоскопическими квантовыми передвижениями в пространство времени возникают невесомые хрустальные конструкции. Это такие вот замкнутые бутылочные города, напоминающие большую бутылку. В 2012 году российские ученые Станислав Шишкин и Станислав Шацилла выступили с сенсационным заявлением. После смерти физической оболочки душа не исчезает. Она отправляется в новое тело. Раз за разом переселяясь в новую физическую оболочку, она при этом сохраняет всю информацию о своих прошлых жизнях. Свои исследования ученые готовы подтвердить экспериментально. Шишкин и Шацилла уже открыли способ, который поможет отследить в кого именно переместится душа после смерти человека. Ведь ученые убеждены в том, что душа всегда знает, кто станет ее следующим воплощением. Суть изобретений состоит в нахождении человека, в которого передалась информация, личность человека, уходящего из жизни при реинкарнации. Эта проблема считается неразрешимой, она не решена до сих пор. И когда мы находим этого человека и доказываем его формально, официально, что он является личностью умершего человека, это является продолжением этого человека в другом теле. Вот такие превращения переходов существуют, по нашим данным, до 700 известных случаев. То есть человек живет 700 жизней, но мы представляем как одну, а тела меняются. вот эта задача, вот такая задача стоит у нас. Ученые утверждают, что душа выходит из тела в виде энергетического сгустка, который в действительности легко зафиксировать приборами. Феномен переноса этой информации подобен работе радиостанции, где душа это радиоволна. Другими словами, душа это информация, которая как сообщение передается от умирающего к эмбриону. Так Шишкин и Шацила предлагают создать прибор, который поможет зафиксировать энергетический всплеск, возникающий в момент, когда душа покидает тело. Ну, человек обречен, да? Значит, на нем уже где-то закреплен вот это устройство. Где, я не знаю, может, на голове, может, там что-то. В момент ухода из жизни в описании по всем, значит, идет всплеск энергии через головной мозг. вот это мы хотим зафиксировать. Всплеск именно, да, вот, сразу там. Допустим, там какие-то частотки были там незаметные, а тут вдруг энергия сразу, всплеск энергии и пишется на этом приборе. То есть мы понимаем, что да, действительно, в этот момент прошло вот это, скажи, излучение. Таким образом, специальный прибор зафиксирует уникальный энергетический всплеск, который ученые смогут уловить вновь тогда, когда эта же душа будет переселяться в новое тело. Но как отследить путь души? Ученые утверждают, расстояние, которое проходит душа после смерти, чтобы воплотиться в новом теле, составляет ровно две тысячи километров. Однако, в этот диапазон попадают тысячи беременных женщин. Как в этом случае понять, в кого именно подселилась душа умершего? Ученые утверждают, душа может переселиться только в ту женщину, которая находится на пятом месяце беременности. Именно в этот период мозг эмбриона готов воспринять информацию о душе, которая вскоре будет жить в его теле. А дальше, второй этап, это уже, так сказать, это излучение, мы говорим, должно попасть вот в какую-то женщину, которая выберет этот самый отраженный луч, нам будем говорить, от информации. И тоже должен появиться всплеск. То есть, если на поток поставить, то значит, действительно, надо приборы, эти приборы обеспечить тех оруженцев, которые там где-то находятся, большое количество, допустим, и тех людей, которые находятся в состоянии окончания своей жизни. И потом совпадение искать, смотреть, а вот тут, 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 совпало, совпало, значит, уже дальше. Параллельно с исследованиями Шишкина и Шацила, ведущий сотрудник Института мозга Российской Академии наук профессор Леонид Спивак занимался изучением феномена так называемого внетелесного опыта уроженец. Ученый установил, что женщины во время беременности и родов чаще других людей описывают ощущение выхода души из тела. Согласно данным Леонида Спивака, о внетелесном опыте сообщала каждая десятая из обследованных им пациенток. Работа на роженицах дала нам совершенно уникальные и очень интересные результаты. Мы были готовы к тому, что значит, в среднем по популяции развитых стран состояние эти испытывают около 10% психически нормальных людей, активных и творчески работающих. И, вероятно, самым удивительным для нас было то, что начиная с первой же группы, которая составляла около 30 человек, мы получили 4 случая. То есть, вот примерно те же самые 10-12%, которые теоретически должны были получиться. Как правило, роженицы переживали состояние по многим признакам, схожее с тем, что испытывают пациенты в состоянии клинической смерти. Они ощущали, как их душа отделялась от тела, видели самих себя со стороны, а также медперсонал и соседок по палате с высоты 2-3 метров, отмечает ученый. Женщины утверждали, что они внезапно переставали чувствовать боль, ничего не слышали, но при этом испытывали необъяснимое умиротворение. По расчетам ученого, такой внетелесный опыт в среднем длился от 40 секунд до 3 минут, после чего, согласно описанию пациенток, они вновь воссоединялись со своим телом. Боль при этом возвращалась. Рода представляет собой совершенно удивительный материал, потому что, как вы понимаете, это максимальный стресс, тем более, потому что женщины эволюционно к нему с одной стороны подготовлены, с другой стороны, еще сто лет назад совершенно несообразно высокий процент женщин погибал в родах. Женщина еще ощущает это как крайнюю опасность, поэтому здесь стресс зашкаливает. Что если в момент, когда душа роженица покидает свое тело, в ее плод переходит другая душа, которая ищет новое физическое воплощение? С такой гипотезой согласны американские ученые, в число которых входит знаменитый профессор психиатрии Университета штата Вирджиния, доктор медицины Ян Стивенсон. Ученый многие годы исследовал феномен переноса души из одного тела в другое. Профессор был убежден в том, что смерть для души это лишь способ родиться заново и намеревался доказать феномен реинкарнации с научной точки зрения. Понятие реинкарнации придумали буддисты и буддисты были великими мыслителями в свое время. Очевидно, что продумывали эту идею с точки зрения рациональности и пришли к правильному выводу. Я считаю, что они были очень мудрыми и я считаю, что многие из этих выводов абсолютно истинно и полностью верны. И только сейчас, через несколько сотен лет науки, эксперименты начинают говорить нам абсолютно то же. Я считаю, что это о многом говорит, что только сейчас многие физики начали говорить. Кажется, даже сам Гейнсберг сказал, что именно сейчас природа сообщила нам, что альтернативная реальность находится в нашем разуме. Пациентами Яна Стивенсона были дети, которые нередко заявляли, что они помнят свою прошлую жизнь. Они утверждали, что ранее их родителями и близкими родственниками были совсем другие люди. В ряде случаев ученому удавалось установить личности этих людей, а также подтвердить подробности, которые дети вспоминали из своих предыдущих жизней. Для этого психиатр использовал метод регрессивного гипноза. Существует гипотеза о том, что мы в этой жизни живем много раз. Регрессивный гипноз позволяет вскрыть предыдущие жизни и узнать о том, что там происходило с человеком. Он позволяет человеку пережить те ощущения, которые он испытывал когда-либо ранее. Это используется, допустим, при терапии. И это иногда используется для того, чтобы человек разобрался в своей жизни, что ему в этой жизни нужно, куда ему идти, чем лучше заниматься. При помощи регрессивного гипноза ученому удавалось заглянуть в прошлое своего пациента, которое происходило с ним задолго до его рождения. Подтверждением этого стали события, о которых в состоянии гипноза рассказывали сами пациенты. Зачастую они упоминали детали, которые указывали на определенную временную эпоху. Это мог быть 17-й, 16-й и даже 14-й век. Но как это объяснить? Неужели наша душа хранить воспоминания обо всех своих прежних воплощениях? У некоторых людей 20-30 жизней было. Иногда эти жизни были полномасштабные, 60-70-80 лет. Человек копил знания. Некоторые люди относились к группе ученых. Огромный объем знаний. Держать их в одной голове 20-30 жизней просто невозможно. Поэтому есть информационное поле общее. И у каждого в этом информационном поле есть свой диск, который человек заполняет. То есть душа человеческая заполняет именно этот диск информации. В процессе изучения феномена реинкарнации профессор Стивенсон неоднократно сталкивался с тем, что на теле новорожденных детей медики обнаруживали необычные родимые пятна и даже шрамы, появления которых объяснить не могли. Стивенсон наблюдал за взрослением маленьких пациентов в течение нескольких лет. В отдельных случаях такое долгосрочное исследование принесло свои плоды. Ведь когда дети подрастали, они без труда объясняли происхождение шрамов и родимых пятен на своем теле, утверждая, что такие отметины были получены ими в прошлой жизни при разных обстоятельствах. Памин сохраняется, на самом деле она сохраняется, просто она очень сильно блокирована. Безусловно, есть такие люди, их очень мало, но они есть, которые четко помнят все свои прошлые какие-то воплощения. Такие люди есть. Дело в том, что это некая мысленная энергетическая память, которая находится за какой-то определенной ширмой. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы человеку фактически было проще и легче отрабатывать какие-то программы, которые ему нужно отработать здесь, в этом воплощении. Рождение существует, да, в каких-то определенных, допустим, прошлых жизнях человек мог быть кем-то или чем-то, значит, здесь, например, в этой жизни он может являться кем-то совершенно другим. Причем считается как, да, то, что у нас, значит, если это мужская духовная единица, значит, это обязательно, вот он идет по этой линии, то есть это обязательно мужчина. Если женская, то это обязательно женщина. Это не так. Это не так. Там происходит определенное чередование за счет, из точки зрения непосредственно развития этого человека, да, отработка одних программ, других программ. Подобно человеку, вышедшему из автомобиля, душа после смерти тела продолжает свой путь в поисках новой оболочки. В тибетской книге мертвых момент смерти описывается как духовное освобождение или возрождение в другом теле. При этом процесс нового воплощения души никак не зависит от воли человека. Он подчиняется своим законам, таким же неизменным, как смена дня и ночи. Но если душа может переходить из одного тела в другое, то из чего она состоит и где умещается? В сердце? Груди? Или является частью разума? Вопрос о том, какой орган человеческого тела является вместилищем души, волновал человечество с глубокой древности. Славяне связывали понятие души со словом дышать. Когда человек жив, он дышит, говорили наши предки, и свято верили в то, что самое ценное у человека находится именно в груди. Китайцы были убеждены в том, что душа располагается в голове. Жители древнего Вавилона верили в то, что вместилищем духа являются уши. Но где в действительности находится душа? Мы имеем весьма ограниченные познания о природе души. мы не можем сказать, что душа это некая материя, имеющая вот такой-то состав. Мы не знаем, какова природа наших душ, сгустки ли это энергии или некая невесомая эфирная субстанция. Не знаем потому, что мы живем в трехмерном мире, воспринимаемом пятью органами чувств. А душа это то, что вдохнул в каждое тело Господь. Она это частица Бога в нас, иная по своей природе, не подчиняющаяся рамкам трехмерного мира, невидима нами в существующих рамках земной жизни. Первую научную гипотезу о том, где находится душа, еще в 17 веке выдвинул французский философ и математик Рене Декарт. Он заявил, что душа находится в эпифизе, небольшом участке мозга. Так как большинство структур мозга парные, то есть симметрично расположены в правом и левом полушариях Декарт предположил, что именно в эпифизе, единственном участке мозга, у которого нет пары, и находится душа человека. Кровь наполняет наше тело, реагируя на каждое биение сердца. Но ученые до сих пор не знают и половины ее удивительных свойств. Неужели именно кровь является вместилищем человеческой души? Известно, что когда человек умирает, его кровь теряет свои свойства и загустевает. Но без чего кровь не может оставаться живой? Быть может без души? Ученые установили, что после смерти человека в его крови растворяется фибриноген, бесцветный белок. Именно из-за его потери кровь теряет свои свойства. Но при чем здесь душа? Ответить на этот вопрос попытались российские ученые. Они подсчитали, что в среднем в теле человека находится около 5 литров крови, в которых содержится 12 граммов фибриногена, того самого бесцветного белка, без которого наша кровь загустевает. После смерти человека эти 12 граммов исчезают. Неужели столько весит наша душа? Ученые решили, что ключ к составу человеческой души кроется именно в ее весе. Ведь если душа состоит из вакуума или эфира, то она не будет весить ни грамма. А если является частью крови, то ее вес составит как раз 12 граммов. Осталось только проверить это экспериментально. В конце 1990 года весь мир облетело сенсационное заявление о том, что душа материальна и ее можно взвесить. Об этом заявил южно-африканский ученый Лайл Уотсон. Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученый сконструировал специальную кровать весы, на которую помещал умирающих пациентов. Так Лайл Уотсон обнаружил поразительный факт. После смерти тело человека становилось легче. Вес колебался от 2,5 до 6,5 граммов. Однако еще за 75 лет до Лайла Уотсона в 1915 году американский врач Мак Дугал провел подобный научный эксперимент, целью которого также было определить вес души. Опыт заключался в том, чтобы выяснить, насколько изменяется вес человека в то мгновение, когда жизнь его оставляет. Изменения показали, что душа весит 5,5 золотников, то есть 22,4 грамма. Началось с работы в начале 19 века, когда некоторые исследователи укладывали на определенную кровать людей, которые болели туберкулезом, и на этой кровати наблюдали, как они умирают. Дальше они пытались установить, как этот. Это тело теряет массу, теряет вес. В самом деле, 2 часа человек лежит там, постепенно эту массу теряет, вес его падает. Дальше, якобы, в тот момент, когда наступает смерть, он теряет, как будто бы с большей скоростью идет потеря веса. Но как объяснить то, что в обоих экспериментах ученые получили совершенно разные результаты? Быть может, у каждого из нас душа имеет свой определенный вес? И если это так, то с чем это связано? В попытке ответить на эти вопросы исследователи выдвинули версию, что вес души напрямую зависит от наших мыслей и поступков. В тех экспериментах, потом они сами это признались, не было никакой воспроизводимости. Один потерял 2 грамма, другой потерял 100 грамм. Далее, в каком-то эксперименте вообще никто ничего не потерял это тело. Далее, никогда эту кровать никто не видел. Они не смогли ее показать. Никогда толком эти данные опубликованы не были. Поэтому все разговоры. 21 грамм, который иногда фигурирует, ах, 21 грамм, вес массы, вес души, это величина, которая была получена при первом измерении у первого этого умирающего туберкулезного пациента. Многие ученые заверяют, оба эксперимента проводились с грубыми ошибками, а сами результаты не были до конца выверены. Более того, врачи утверждают, что вес, который теряет тело после остановки сердца, связан с обменными процессами организма, которые продолжаются даже после смерти человека. Мы констатировали смерть. Смерть мозга, остановку обращения, остановку дыхания. Мы констатировали. Значит, поступление кислорода прекратилось. Мы уже говорили о том, что запасы кислорода, ничтожные в организме, они очень быстро расходуются. Они расходуются, следом, расходуются другие энергетические компоненты, энергетические запасы. Поэтому людей, владеющих знаниями в нормальной физиологии, в патофизиологии, убедить в том, что эта потеря связана с потерей какой-то определенной субстанции, невозможно. Неужели душа, тонкая субстанция, вес, который настолько мал, что вычислить его невозможно? Или она вовсе не обладает весом? Доктор технических наук Николай Заличев с такими выводами не согласен. Он убежден, вес души можно вычислить и решил провести свой уникальный эксперимент. Я решил провести, пусть, скажем так, жестокий, но эксперимент с мышами. Для этого были взяты стеклянные колбы, стеклянные колбы, в которые помещалась одна мышь, либо две, либо три, максимум было четыре. просто уже колбы были такие размеры. Колба герметически закрывалась и ставилась на весы. После того, как мышь задыхалась, это тоже неизбежно колба заклеена, вес ее тут же уменьшался на доли процента. Там были сверхточные весы. Результат эксперимента показал, масса тела умершего существа мгновенно снизилась на одну тысячную долю. А это означает, что душа очень тонкая субстанция, которая имеет крохотный вес. Но тогда из чего она состоит? Согласно одной из версий, душа состоит из вакуума. Душа представляет собой сгусток то ли энергии, то ли вакуума, то ли холодной плазмы, непонятно чьей. Но по форме она напоминает физическое тело. Голова, руки, ноги и так далее. Известно, что звезды, планеты, вся Вселенная состоят из материи. Но из какой субстанции состоит вакуум? Американские ученые предположили, что вакуум состоит из антиматерии. Вещества с малоизученными свойствами. Однако с этим трудно согласиться, утверждают российские астрофизики. Ведь в том случае, если бы вакуум состоял из антиматерии, то взаимодействовал бы с материей. Но субстанция, которая заполняет космический вакуум, абсолютно с ней не взаимодействует. А это означает, что душа не может состоять из вакуума, иначе она не смогла бы жить в тесной связи с нашим телом. Именно поэтому исследователи предполагают, что душа это сгусток энергии, который свободно парит в пространстве. Душа это энергетический сгусток. И вот, допустим, душа умершего, она часто появляется. И видеть ее могут не только экстрасенсы. Просто довольно чувствительные люди могут увидеть что-нибудь, особенно если они находятся в состоянии стресса, эмоционального напряжения. Иногда видят что-то типа привидения, например, или каких-то сущностей. Все это существует на самом деле, иначе зачем мозгу такая способность. Но если душа это некий сгусток энергии, то почему ученые до сих пор не научились отслеживать ее перемещение? Ведь сегодня самые современные сверхчувствительные приборы могут фиксировать любые энергетические всплески. Однако они не могут уловить чистоту души. Доктор технических наук Владимир Ацуковский выдвигает на этот счет уникальную гипотезу. Он считает, что все пространство Вселенной заполняет неуловимый газ, который по своей является мощным источником энергии. И человеческая душа может состоять именно из этого газа, считает ученый. Существует такое биопуля, которое может образовать так называемую душу. Очень возможно. Эфиродинамика никак не отрицает это дело. Но и не застаивает. Потому что предмет не исследован. Его надо, как и всякие такие вещи, их надо исследовать. Потеревать либо так, либо сяк нельзя. Но в принципе, скажем, допустим, возможно ли переселение душ? Допустим. Понимаете? Я не знаю. Но утверждать, что невозможно, я уже не могу. А если душа существует, она будет состояться из того же эфира. Понятие эфира появилось еще в глубокой древности. Наши предки называли его заполнителем пустоты. В 1618 году французский физик Рене Декарт выдвинул первую научную гипотезу о существовании светоносного эфира. После этого многие ученые бросили свои силы на поиски неосязаемого газа. Ньютон до 75 лет пытался найти свойства эфира. Он создал закон всемирного притяжения, но он чисто математический. То есть он взял законы Кеплера и из них сделал единый закон. Но он понимал, что надо найти физические основы этого дела. Ему это не удалось. Он должен был совместить свойства оптические со свойствами гравитации. На тот момент не было необходимых знаний. Не прошли главным образом не было создано-газовой динамики. И элементарных частей не прошли. Не потому, что он там ошибался, заблуждался. Нет, у него не получилось. Ну а в 75-м году он уже сказал, ну, обойдемся без этого. Нам это не надо. Более того, некоторые исследователи утверждают, что эфир когда-то находился на самой верхней строчке таблицы химических элементов знаменитого ученого Дмитрия Менделеева. Но потом эта строчка таинственно исчезла. Первый ободород там и так далее, и так далее, но наверху была строка эфир. Она исчезла. При всех переизданиях значит, его учебника по химии она уже была изъята. Потому что здесь эфир существует, то вся современная теоретическая физика полетит. Она не дееспособна совершенно. Все надо пересматривать. Понимаете? Это трудно, это не всем понятно. И гораздо проще оперировать чистой математикой. По одной из версий строку специально изъяли. Ведь если эфир действительно существует, то это полностью опровергает теорию относительности физика Альберта Эйнштейна. Однако была и другая версия. Эфир пропал из таблицы химических элементов потому, что существование этого газа доказало бы, что человеческая душа не вымысел. Самый главный вопрос такой, ну предположим, душа существует, обладает ли она самосознанием. Дело в том, что эфирные образования разнообразны. Могут обладать исключительно этой структурной сложности. Если мировая наука признает, что эфир действительно существует, то это изменит не только все привычные представления об окружающем мире. Это даст подтверждение тому, что душа реальна. Однако, если нам людям 21 века нужно материальное подтверждение существования загробного мира, то наши предки в этом не нуждались. Древние не сомневались в том, что после смерти наступает новая жизнь. Именно поэтому они провожали умерших в их последний путь, соблюдая многочисленные ритуалы, которые были призваны облегчить переход души из мира живых в мир мертвых. На вере в вечное блаженство или вечные муки строятся все религии. Страх, который движет человеком на протяжении всей жизни, усиливается перед смертью. Человек боится того, с каким багажом подойдет к этой исходной черте, к страшному суду. Этот спор ведется очень много веков о том, насколько предопределен путь человека, его жизни, смерти, посмертное существование сам ли он определяет, или это определено уже заранее на неких скрижалях написано, и мы только следуем пути, предначертанному нам. И это может касаться не только земной жизни человека, но и посмертной, то есть насколько мы свободны после смерти, насколько мы можем управлять своей жизнью после смерти, связываться с теми, кто остался на земле, посылать им сообщения, общаться с ними, или не может. Похоронные обряды должны были облегчить умиршему переход в иной мир. Племена в Латинской Америке устраивали для покойного настоящий карнавал. Чучелами животных и птиц украшали гроб покойного, а в последний путь его провожали ритуальными танцами. В гробницу к египетским фараонам и знатным вельможам клали все, что могло пригодиться им после смерти. Посуду, оружие, лошадей, а также целую армию солдат, прислугу и всех жен. Фараон не должен чувствовать себя одиноко даже в загробном мире. Более того, египтяне были уверены, труды понадобятся деньги. Платить придется буквально за все. За комфортное путешествие по загробному миру, за информацию об этом путешествии и прочее. И в том случае, если душе нечем будет расплатиться, ей придется лишиться фрагментов своей собственной сущности, ног, рук и даже головы. И первое, что потребует с души в загробном мире, это оплату услуг перевозчика. Такой же товарно-денежный оборот существует и в загробном мире. Другое дело, что товаром является своеобразное благо или услуга, которая требует соответствующей оплаты. Например, древние римляне полагали, что необходимо оплатить услуги перевозчика души. и поэтому в могилу клали деньги. Если принять во внимание даже, что на Туринской плащанице, предположительно, запечатлевший отобраз человека, казненного на кресте, то есть человека, испытавшего точно такие же муки, как испытал Иисус Христос в момент смерти, можно вспомнить, что глазницы погребенного закрыты двумя монетами. В то, что загробный мир материален, верили и древние славяне. Они были убеждены в том, что старые вещи после перехода в иной мир принимают новый вид, а все, что сломано или разбито, вернет себе прежнюю форму. Опять же, вот тут ритуал, обряд, связанный с захоронением, с отправкой тела в иной мир, ведь туда же кладутся какие-то предметы. Предполагается, что в том мире тоже человеку понадобится. Вообще, тот мир иной, он где-то воспринимался с одной стороны, да, там предки, с другой стороны, он где-то и опасный, и он воспринимался как мир наизнанку. Отправляя тело в иной мир, обрежают в одежду, кладут какие-то предметы, иногда их разламывают, горшки разбивают, потому что есть верование, что в том мире предмет примет свое нормальное состояние. У современных китайцев до сих пор существует понятие «венде» официальной повестки из загробного мира, своеобразного письменного распоряжения. Подобные документы были обнаружены при археологических раскопках захоронений второго века до нашей эры. По верованиям древних китайцев в загробном мире существовали свои законы и даже была отдельная валюта. Так были созданы деньги мертвых. Чтобы их переслать своим родственникам на тот свет, необходимо было просто купить их за деньги, а затем сжечь. Удивительно то, что эти деньги не простая бумага, это конвертируемая валюта. То есть эти так называемые загробные деньги покупались за настоящую валюту. И здесь нет никакого коммерческого интереса. Просто китайцы верят в то, что так они переводят своим умершим предкам время, которое они тратят здесь, в этой жизни зарабатывая деньги. Загробная валюта ничем не отличается от реальной. На ней также есть регистрационные номера и названия банков. Считается, что такими деньгами даже можно дать дьяволу взятку. Так, к примеру, если душа слишком много нагрешила в этой жизни, то, оказавшись в аду, там, где царит атмосфера зла, можно откупиться от наиболее тяжких наказаний. И на глазницы погребаемому клались монеты. Этот обычай очень древний и восходит он именно к практике оплаты каких-то услуг существ загробного мира. В древнем Египте существовало представление о том, что если душе нечем заплатить, она будет лишаться фрагментов своей собственной сущности, фрагментов своего тела. Ее не пропустят в последующей инстанции, если она не будет способна оплатить эти инстанции, пребывание в них. В Индонезии на острое Сулавесе каждые три года проходит необычный обряд манине. Жители деревень подвергают тела своих умерших родственников эксгумации и полностью меняют им одежду. На такой шокирующий обряд собираются все местные жители, чтобы наблюдать за тем, как умершим полностью меняют гардероб. После этого родственники гуляют со своими мертвыми предками. Индонезийцы верят, что новая одежда понадобится умершим в загробной жизни. Кроме того, с помощью ритуала переодевания местные жители показывают духом, что они продолжают почитать и уважать своих любимых родственников даже после их смерти. Экзотические обряды некоторых островных цивилизаций, где, например, мертвых раз в году забирают из, мумифицированных, конечно, забирают из могил или из пещер, где они хранятся, приносят в дом. И где там в течение нескольких дней близкие родственники с ними общаются, то есть мумия сидит за столом или лежит на кровати, а потом через несколько дней ее снова относят в склеп или в пещеру, и она там еще целый год благополучно существует, пока ее снова не принесут в дом. Это Индия, Варанаси, город мертвых. Каждый день здесь кремируют около 200 умерших, а погребальные костры горят днем и ночью. В религиозной географии индуизма Варанаси является центром вселенной. Один из самых священных городов для индусов является гранью между миром материальным и вечностью, где времени не существует. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Индусы верят, что дым от погребального костра будет тянуться вдоль по течению реки Ганг, ведь воды Ганга священны, а значит их ничто не может осквернить. Именно эта река, согласно верованиям индусов, отделяет мир мертвых от мира живых. Каждый индус считает счастьем родиться в священном городе, но еще больше счастьем умереть в Варанасе. Согласно мифам, умерший, сожженный и погребенный здесь, при последующей реинкарнации, воплощении души в теле, не переселится в тело животного и не попадет в ад. То есть освободит свою душу от бесконечных циклов переселения и обретет блаженство. Индусы свято верят в то, что душа обязательно переродится, и тот, кто умирает в Варанасе, заканчивает цикл реинкарнации, череду рождений и смертей. После сожжения душа умершего точно достигнет нирваны. В идею реинкарнации верят сикхи, монахи дасизма и буддисты. Индусы, например, с самого рождения готовят себя к смерти. Чтобы быть сожженным на ритуальном костре, индусу приходится копить всю жизнь. Индус действительно верит в странствие души, которое после кончины переселяется в другие живые существа и относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть лишь один из этапов сансары или бесконечной игры рождений и смертей. А если приверживатель индуизма мечтает однажды не родиться, он стремится к мокше, завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым к освобождению и избавлению от тягот мира материального. По религиозным традициям христиан, после смерти тело душа праведника попадет в рай, а душу грешника ждут неминуемые страдания. Рай всегда был совершенно недостижимым для людей местом, территорией, которая находилась высоко в небе на много тысяч километров от земли. Но что, если это не так? Древние верили в то, что боги живут в ином, райском мире, в более совершенном, чем наш земной. Однако отыскать мир богов, будь это чужая планета, другое измерение или же нечто совершенно иное, до сих пор никому не удалось. Все изменилось после того, как исследователи обнаружили в одной из глав Ветхого Завета подсказку, что рай, место, где обитают боги, действительно существует. Человек искал вход в ад и, как антипод, вход в рай или на какие-то божественные горы, на места небожительства своих богов на протяжении, наверное, всей своей письменной истории. По крайней мере, это мы видим из легенд, из самого разного рода письменных источников, в основном, конечно, литературных, начиная от Ильиады и заканчивая библейскими источниками. В Библии сказано, что река, вытекающая из Эдема, разделилась на четыре русла и образовала четыре реки Тигр, Ефрат, Хессон и Гихон. Тигр и Ефрат это реки, местонахождение которых всем известно. Они располагаются на Ближнем Востоке, а это означает, что рай не вымышленное место, а вполне реальная территория. Рай это начало жизни на Земле. То есть это в Библии это древнейший библейский архетип, который связан с насаждением самого первого, так сказать, населенного пункта на Земле. Это было самое место лучшее на Земле. Мессия, дабы обозначить границы рая для отдаленного потомства, употребил для этого все возможные средства в Библии. Поэтому, если внимательно изучать библейский текст, то можно прийти к тем границам, которые, то есть определяют границы библейского района. Но тогда где искать реки Фессон и Гихон? Ответ на этот вопрос историки, исследователи и даже богословы не могли отыскать долгое время, пока отец Александр Филиппов не сделал уникальное открытие. Он изучал картографию Эдема посвященным книгам в течение 15 лет и пришел к сенсационному выводу. Если соединить все материки в одно целое, то реки Тигр и Ефрат объединятся с двумя другими, Нилом и Гангом. Так все встало на свои места. Если мы берем диодию дрейфа материков и к тому, что уже естественно наукой доказано, что был единый праматерик, так вот притворение до грехопадения это материк было одним, то есть единым, соединенным, то есть неразделенным. Естественно, после грехопадения, после того, как произошло разделение земли на материке, то естественно произошел разрыв библейских рек. Получается, библейские реки Фессон и Гихон это Нил и Ганг. А значит, до грехопадения Адама и Евы рай действительно существовал на земле, на едином материке. Но после того, как Ева сорвала запретный плод, Бог разгневался и изгнал первых людей из рая. Затем космическое тело невероятного масштаба ударилось о землю и раскололо ее материки на части. Так люди потеряли дорогу в райский сад. И если гипотеза отца Александра Верна и когда-то все материки земли были одним целым, а территорию рая омывали четыре реки, то получается, что рай находился где-то на территории современной Индии. До момента разделения на материки эти реки были соединены. Ганг он соединялся с Индом, а река Нил она проходила в том месте, где сейчас Красное море и разлом произошел. Вот соединялись вот здесь, вот в таком месте. Но самое интересное интересует какая река? Писание говорит, что из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. А что такое? Обратите внимание, что по-еврейски сад божий Ганг-Едем. Ганг это как бы получается Ганг Ганг Ганг-Едем это сад божий. Ганг это садовая река. Вот река Ганг у нас проходит. Но если рай место, где души праведников находят приют после смерти тела был на земле, то где находится ад? Ведь согласно многим религиозным представлениям, души грешников после смерти отправятся на вечные муки в преисподнюю. Ад и рай созданы одновременно, как два мира, в которые будут направлены люди после завершения земного испытания. Те, которые следовали законам Бога, соблюдали его повеления, не нарушали господних обетов и творили благо на земле, получают воздаяние вечным миром рая. И наоборот, те, которые творили зло и бесчестие, отвергали своего Творца, получают воздаянием вечное пребывание в мире ада. В обоих этих мирах жизнь будет такой же реальной, даже еще более реальной, чем та, что окружает нас сейчас. Галилей в средние века утверждал, что ад расположен под Иерусалимом на глубине 405 миль. При этом он разделял ад на несколько слоев. Чем больше грехов, тем глубже человека помещает. Например, при Любодеи жарились на глубине 810 миль, а чревоугодники на глубине 1215 миль. И в центре этого мира есть некий огонь, пламя ада, о котором упоминается во всех священных писаниях. Этот огонь причиняет обитателям этого мира тяжкие муки, но муки эти не кончаются. Также из описаний ада в Коране, к примеру, становится понятно, что он состоит из нескольких степеней, уровней. По тяжести грехов и злодеяний, совершенных человеком на земле, он, вероятно, будет находиться либо на самой низшей, самой приближенной к огню ступени, или на иных, более отдаленных. Однако совсем недавно исследователи, изучая библейский текст, обнаружили подсказку, где именно находится ад. Так в священном тексте сказано, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере. Иными словами, в Библии говорится о том, что все грешники будут вариться в море кипящей серы. представление о пекле, то есть аде, в котором температуры или сверхнизкие, или наоборот сверхвысокие. То есть, такой экстремальный температурный режим наблюдается. Или там бесконечно жарко, или бесконечно холодно. Царит бесконечный жар, огонь, или же царит бесконечно холодный мрак. На ад обрекаются души умерших людей, не успевшие раскаяться на земле, или же не желающие такого покаяния. То есть, не признающие свою вину. Но где находится место, где плавится серо? Расчеты ученых показали, что серо становится жидкой при температуре 455 градусов по Цельсию. Такая температура соответствует температуре верхней мантии Земли, которая находится на глубине 100-160 километров. Но означает ли это, что именно на этой глубине в недрах Земли и существует ад? Единственное место, которое не идентифицировано до сих пор, это место, где находится вход в потусторонний мир, в загробный мир, вход в ад, называйте его как хотите, где это место есть. Ну, с одной стороны, это знают все, человек попадает туда гарантированно, так сказать, как только умирает, но поскольку оттуда почти никто не возвращался, то, соответственно, и рассказать об этом нельзя. Однако на Земле есть более горячее место, где языки пламени вырываются из недр земли на ее поверхность, а сама почва проваливается под натиском пламени. Эта территория находится в 260 километрах от Ташхабада, столицы Токменистана. Вообще, это место, уникальнейшее место, которое, наверное, одно из немногих, которое можно называть дырой в ад просто без всяких кавычек, потому что все, что мы знаем об Адде, о том, что там земля буквально горит под ногами, о том, что там дыра куда-то в преисподнюю, вот все это есть в наличии. Огонь в нем не гаснет никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже сильные ветра и проливной дождь никак не могут потушить обширное пламя. В 1971 году это место обнаружили советские геологи. Недалеко от деревушки Дарваза в Туркменистане они осваивали месторождение газа, но пробурив всего несколько метров, они неожиданно наткнулись на пустоту, после чего через короткое время земля буквально стала проваливаться под ногами. Все члены экспедиции вместе с дорогостоящим оборудованием, с машинами и техникой провалились в бездну. Дарваз хорошо известен именно в силу того, что его появление сопровождалось катастрофой, туда ухнула техника, ну и эта дыра самая большая, и именно в силу известности среди местных это место и получило такой очень нехороший, очень мистический налет, и о нем вспоминают не иначе, как с содроганием, то есть местные жители относятся к нему не то, что с Питером, а просто со страхом. После случившегося в прессе появились сообщения о том, что в тот день никто из членов научной группы не пострадал. Однако сегодня известно, что в этой истории немало темных пятен, поскольку ни фамилии участников той геологической экспедиции, ни точное их количество узнать так и не удалось. А это может означать только одно. Истина тщательно скрыта от посторонних глаз. Очень редко упоминают, что таких дыр в этой республике три. Две другие, они поменьше и находятся несколько дальше, то есть труднее туда добраться, но я не уверен, что мы не знаем от четвертой, пятой и о других дырах, потому что выделение, горящие выделения газа из-под земли в этой республике встречаются особенно в горной местности в разных местах Азербайджан буквально переводится как земля огня или другими словами земля огнепоклонников. Огнепоклонники там появились именно потому, что в древности там земля буквально горела под ногами. Несмотря на то, что древние оставили нам многочисленные подсказки, где именно искать вход в загробный мир, ад и рай до сих пор не найдены. А это может означать только одно. После смерти тела душа отправляется за пределы земли. Но куда именно? Может ли загробный мир находиться на других планетах, за пределами солнечной системы? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако и в Библии, и в Коране содержится уникальная информация о том, что ожидает души умерших после конца всего мира. Но удивительным образом она остается незамеченной исследователями, учеными и даже богословами. Информация о том, что люди, жившие в разные исторические периоды, к примеру, человек, живший и умерший в 6 веке до нашей эры, и человек, живший и умерший в 21 веке нашей эры, воскресают в тот единый миг, когда наступит конец существующего мира. В Коране он упоминается как призыв горна, раздастся некий трубный зов, который и провозгласит о наступлении судного дня. И все люди, когда-либо жившие, будут воскрешены и собраны вместе для того, чтобы предстать с ответом перед Всевышним Творцом. И именно по завершении Господнего Суда каждая душа узнает о том, где будет место ее вечной жизни, в раю или в аду. И наши предки знали об этом. Именно поэтому древние сохраняли тела умерших, которые должны были дождаться дня, когда наступит время воскрешения. Очень интересно, египтяне, это от них идет вера в воскресение. И они берегли прав своих близких, чтобы он воскрес. Поэтому мумифицировали. Они ведь не мумифицировали для воскрешения. И самых бедных, очень бедных людей тоже мумифицировали. Там до сих пор гигантские кладбища с мумими того времени. Египтяне, которые нам оставили веру воскресения, верили и берегли прах. Поэтому и мы очень бережно относимся к праху. Откроются двери туда, они войдут в этот Иерусалим, и двери снова затворятся за ними. И вместе с Христом уже после суда этот Иерусалим отправится в некие небесные области, но не земные области. То есть очень даже напоминает, я бы сказал, космический корабль. Вот как бы мы сейчас сказали. Мы не знаем наверняка, что нас ждет после смерти. Не можем найти доказательства существования загробного мира. Мы провожаем в последний путь умерших близких, совершая красочные ритуалы. Но никто не может сказать наверняка, нужны ли они душе, которая оставила свою физическую оболочку. Однако каждый из нас ни на минуту не сомневается в том, что душа существует. А значит после жизни снова наступит жизнь. И так ли важно, какой она будет? жизнь. А что жизнь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...